Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот у меня бывают какие-то события, и я на них отвечаю. В Потеряевке был, когда начали строить. Ну какие там события в Потеряевке-то? Местного значения только. Но купили инструмент. У меня проповедь называется занятие. Инструмент. Даже сто лет построили, так называется, туалет. 123 занятия провел, и все по окружающей среде. Дорога, дождь, пожар. Что было, я на то, но все отвечаю. Но это более крупного масштаба. О мощах. Меня обвиняют, что я мощи не признаю, и поэтому я отвечаю. Я лежал в больнице, в Краевой. И в это время, не знаю, как-то статья какая-то была про католиков. Или наши люди там стали ходить-то. Я сразу в полутьме фонарь, когда деревьев там был светил. Я не вижу буквы-то, но можно писать было. Это бумаги много. Я написал два материала. «Человек-убийство» и «Ложь Ватикана». Это лице, там две проповеди написал на бумаге. И вот так о мощах. Развод зашел, я вот сразу подобрал себе. И вот что получается. Давай считай. После грехопадения Создателем напомнил Адаму с Евой об их матери земле, прахе, тонком слое пыли или красной глины. Бытие 3.19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Крупнее сделать, жирнее? Нет, не надо. Не надо? Не, не, не. А то и сейчас сделай жирнее, крупнее. А? Нет, нет, не надо. Ну давай. И отношение к телам усопшим не должно никогда выходить за пределы определения Божия о его творении, без исключения и конец жизни, как истинного выхода в этот мир. Премудрость Соломона 7.1 И я человек смертный, подобный всем потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и усложнение, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Вскорблен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Это же подтвердил еще раз и наш Спаситель Иисус Христос. Луки 9.60 Благовестие живым и даже похороны докормить стариков несовместимо с благовестием. Предать тело умершего в земле похвально. Книга Тавита 12.10 С 10 стекла по 13 Гречники же суть враги своей жизни. Не скрою от вас ничего. И я сказал уже, тайну царев прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя, Сара, я возносил память молитвы вашей предсвятого. И когда ты хранил мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И потому необходимо изъять все мощи, все отрезанные части от умерших тел, и с самой великой честью придать их прах, праху в самом почетном месте, с песнопениями, с участием иерархов, синода, народа. И спросить у Господа Бога, судив всех прощения, что кромсали трупы, выкапывали, называя это обретением. Незнающим содержание Святой Библии корежит, когда они и слышат, что мощи называют трупами. Но вот как говорит нам Святая Библия. Откровение 11.9. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. Речь идет о телах Еноха и Ильи пророков. И себя самого Иисус Христос называют трупом. Святые трупы, как так? Мощи это трупы. Трупы, это называют трупопоклонники. А по-другому это никак не назовешь. Луки 17.37. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Это о своем положении, где он будет, туда и вознесутся. Ивов 19.25. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Экклесиаз 3.20. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Не в Интаминице, не в Христы, везде это частицы закладывают. Экклесиаз 12.7. И возвратится прах в землю, чем он и был. А Дух возвратился к Богу, который дал Его. А теперь они удалят от меня блужение свое, и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Даниил 12.2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Одновременно. Число 9.6. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день, и пришли они к Моисею и Арону в тот день. Луки 9.60. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовестуй Царствие Божие. Число 9.6. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день, и пришли они к Моисею и Арону в тот день. 17.1. Антоний Великий. Мощи неизвестно где. 21.1. Евстафий. Что есть мощи? Тела усопших всех христиан. 6.1. Октября. Фома. Хотели от него кость взять, но тела на месте не оказалось. 9.1. Феоктиста. Одна была на острове, где и скончалась. Охотник отделил ее руку. Не было на то ее благословения. Корабль не мог плыть. Вернулись. Приложили руку, и тогда только путь им открылся. 5.1. Марк Афинский. Ничего не бери от мощей моих, заповедовал святой Серапиону. Ни в одном житие 1173. Нет того, чтобы разрешали или благословили какую-то часть тела взять. Не трогайте. Тело принадлежит Богу. 25.1. Феврония. Кто хотел взять часть от ее мощей? Разбросанных мучителями, раздавались гром, зеленые трясения. Рука мертвела. Охотник. Охотник. 1.1. Симеон Столбник. Патриарх хотел взять немного волос. Рука отсохла. Положил на место. Здоров. 15.1. Никита. Один палец взяли от мощей, и отсохла рука. 26.1. Дмитрий Солунский. Хотел часть мощей взять. Не позволил святой. 13.1. Декабря. Ефстратий. От тела не брать ничего. Такой наказ дал при жизни. Мощи все из антиминцев следует честью захоронить. Откапывание мощей есть кощунство. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Иов 34.15. Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Экклесиаз 3.20. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Экклесиаз 12.7. И возвратится прах в землю, чем он и был. А дух возвратился к Богу, который дал его. Тогда в этом завете и тут понимали. Прах в землю, никуда больше. 1 Маковейского 2.63. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. 3 Ездры 7.32. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают. А хранилище отдадут в веренные им души. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести... Выше, выше. Произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Блаженный Филак толкует это место так, что дьявол препятствовал погребению тела Моисея. Кто препятствует сейчас этому? Не тот же ли дух в противлении Богу? Выше. Выше, выше. Не, не, вниз, вниз. Мотайте. Во. Возможные и подделки, притом самые ужасные. Вот подтверждение этому из житий святых. 20 кг. Артемий. Страница 450. Чтобы унизить христианство, нечестивый Ильюян взял из раки кости святого пророка Елисея и мощи святого Яна Крестителя. Кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Севастии и смешалось с костями животных и нечестивых людей. Сжег их, а пепел развеял по воздуху. 21 июля. Симеон Юродивый. Где его мощи? Никто не знает, почему они прятались. Никто не благословлял брать что-то от тела. Даже одну волосинку не давали. 21 октября. Иларион. Тело украли. 4 царств 23.18. И сказал он, оставьте его в покое. Никто не трогай костей его. И сохранились кости его и кости пророка, которая приходилась в Самарии. Евстратий. 13 декабря. Когда хартия была принесена, он написал завещание, в коем высказал желание, чтобы тело его было принесено в Аравк и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков, но чтобы все тело в целости было заложено на месте, называемое аналикозора. Вместе с святым Амсентием, Орестом, Мордарием и Евгением. Ибо святые сие заклинали Евстратия, чтобы после их кончины тела их были в нетронутом виде положены вместе с его телом. Антоний Великий. 17 января. Самих похороните меня, дети мои, в земле и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где будет похоронено мое тело, которое, по вере моей в Господа, восстанет нетленной при общем воскресении мертвых. Кирилл. 11 мая. Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей. Но как они не старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церкви святого Климента. Симеон Столпник. 1 сентября. Когда же возложены были честные мощи святого Симеона на приготовленных носилке, патриарх простил руку, желая взять на благословенную память немного от волос от брата святого. И тотчас высохла рука его. Феодосий Печерский. 3 мая. Затем молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал. Великим постом ни в каком случае не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения. Вы одни, иноки, положите меня в указанном мною месте. Харитон, 28 сентября. Братья спросили его, какое распоряжение отец сделаешь ты о теле своем? Где погребем тебя? Он сказал, отдайте землю земле, где хотите. Господне земля и что наполнять ее? Псалом, 23, 1 стих. Никита, 15 сентября. В своем послании он просил граждан Аназаровы дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выставленного храма. Тогда граждане Аназаровы просили Аксентия, чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение их городу. Желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот без всякой видимой причины мраворный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствующих здесь дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей, но тотчас его рука высохла, а на него самого напал ужас. В то время раздался с неба сильный удар грома и блеснула яркая молния. Все пришли в страх. Тогда епископ понял, что Бог не благословляет раздроблять мощи святого. Никогда не прочитает про это. Явление не трогать, ничего не задевать даже. Похороните, никак не пойдут на это. И раскаивался в своем намерении. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ, совершив над ним благовейное пение, снова с честью закрыл его гробницу. 20 октября. Артемий. Страница 450. Чтобы унизить христианство, нечестивый Ильян взял из раки кости святого пророка Алисея и мощи святого Яна Крестителя, кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Севастии, и смешалось с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел развеял по воздуху. Тут сразу же сколько вопросов. Возможно такое, чтобы со святыми мощами была произведена подмена на нечестивые мощи? И откуда появилось в разных местах в мире до шести голов Иоанна Крестителя и более десятка его рук. Все жаждали святыни, дохода от паломников, но не таким же способом. 11 июля. Чудо от мощей. Имфимия Всехвальной. Страница 287. В 716 по 741 год воцарился Лев Исаврянин и выдумал, страница 292, такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками и попустил Христос к большему их осуждению. Зловещивый царь открыл гроб, вынул оттуда мощи святого имфимия, а вместо них положил какие-то гнилые, вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого. И опять накрыл доскою, ушел, унесший с собой воровским образом течественные мощи. 21 июля. Симеон Еродивый. Где его мощи? 21 октября. Иларион. Тело украли. Луки 9,60. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благорестуй Царствие Божие. Что же произошло, что Господь сказал? Иеремия 32,35. Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Если даже погребать отца для благовестника не в обязанность, то откапывать уже упаковывшегося и резать его, пилить, то разве сие не ниже, выше сказанного Иисусом? Вот что говорит нам из жития святых об этом деле. Мощи все из антиминцев следует с честью захоронить. Откапывание мощей есть кощунство над умершим. Дробление мощей есть кощунство над умершими. Дробление мощей кощунство и есть противление Богу. Незнание Святого Писания и кощунство с мощами единое к смерти. Язычество свирепствует на мощах. Терзание мощей есть болезнь ума и мертвой души. Итак, бодрствуйте. Шаманство и белый магизм лжеправославия. Итак, любая канонизация есть предвосхищение суда Божия. Трупы поклонства вводят от поклонения живому Христу. Чем отличаются нынешние монахи от бывших раньше? Вот все на этом. То есть мощи, говорят, на храм, когда отпускают, деньги строят. И потом, чтобы захоронить мощи. Я говорю, мощи, оно не часть мощей-то. Вы считайте прямо, ну, мученика. Ну, пожалуйста, если он, если... А то берут неизвестно от кого, костям какой-то. Ну, совершенно неправильно. А то же за этим сколько стоит всего. Вот я показываю, что мощи хоронить надо, попутно все это сделать. И дальше не прилагаться. Не как сейчас, и в домах, и у всех там смотришь. Нанотехнологии заниматься будут, как Андрей Курайов сказал. Ладно. Все, да? Все? Да.